Всем здравствуйте! Юрий Шулипов в эфире. Юра, здравствуй! Привет, Света, и приветствую наших за один из того студии. Ну, сегодняшний вот парад на Красной площади – это ещё один грандиозный провал режима и подтверждение, что парадов больше не будет. Вот я так считаю, потому что это вот величайшее событие вокруг Путин весь всегда был задействован, закручен, оно провалилось, Путин выглядел чрезвычайно жалко, а само мероприятие стало мощным, получается, мощной пропагандой в поддержку, в пользу Украины. А это я так вижу, а ты как видишь? Я уже написал на своей страничке в Фейсбуке очень коротенький пост, и сразу же, без длинных монологов, хочу обратиться к гражданам Украины. Уважаемый Владимир Александрович, уважаемый Алексей Юрьевич, уважаемый Валерий Фёдорович, уважаемые силы обороны Украины, многоуважаемый украинский народ, уважаемые народы цивилизованных стран, сейчас у нас по-настоящему открылось окно исторической возможности для победы в решающей исторической 800-летней битве Киевской Руси с Золотой Ордой. Поэтому сейчас, вне зависимости от наших мнений, позиций, взглядов и прочего, все вместе мы должны максимально сконцентрироваться и мобилизироваться, объединиться ради достижения нашей общей и решительной великой победы над нашим общим врагом, и что необходимо сделать для нашей великой победы. Сейчас мы должны немедленно требовать от стран, тех участниц, известной исторической встречи на авиабазе Вранштайн, увеличение Украины объемов поставок различных видов вооружений, дождаться увеличения Украины поставок объемов различных вооружений США и своих союзников в рамках Лэнд-Лиза. Спасибо деду Байдену, кстати, за победу. И вклад... Да, спасибо деду Байдену за вклад в нашу будущую общую победу над врагом. Подтягивать внутренние резервы и увеличить наплыв иностранных добровольцев. Максимально возможно вооружить каждого участника... Ну ты что, доклад хочешь читать, что ли? Ну я просто... Это то, что мы должны сделать по итогам победобесной речи Путлера. То, что мы должны сделать. Ну вот и расскажешь, что доклад это читать взялся. Да. Ну, в общем, иными словами, теперь мы уже после победобесной речи Путина и его победобесия, мы не имеем никакого права проиграть. У нас только одно право и наша священная обязанность победить. Все. Иного разговора быть не может. Вооружаемся, мобилизируемся, концентрируемся и освобождаем нашу захваченную территорию. Я думаю, что к моему дню рождения, 43-летию, Херсон будет освобожден. Если такое произойдет, я сразу же отправляюсь туда, в Херсон, отмечать... А я думала, ставишь бутылку шампанского и мы с тобой распиваем. Я так надеялась. Подожди, а как мы с тобой ее разобьем, если мы находимся в... Виртуально. А, ну это само собой разумеется, естественно. Ладно. Слушай, а что тебе, чем тебе речь нашего фюрера не понравилась? Или наоборот понравилась? Ну, тут такое понятие, как понравилось, не понравилось... Я думаю, к речи фюрера неприемлемо. Мне единственное, что понравилось, это, опять-таки, исходя из буквы и духа, А также обстановке речи фюрера было понятно, что он, де-факто, признал стратегический проигрыш в этой войне и то, что Россия как на стратегическом уровне эту войну уже проиграла, так и на тактическом уровне она эту войну проигрывает. Смотрите, что касается речи вот именно по форме, да, этого события, мы видим, что Путлер выглядел очень плохо, болезненно. Да не то слово, особенно вот ноги закутаны пледом, несчастное выражение лица, ну, в общем-то, не должен быть такой фюрер. Естественно, да. Потом, обратите внимание, он читал тексты с бумажки, который напечатан шрифтом как минимум 22-24. И бумага была такая специальная, очень толстые бумажные листы, и она объемом меньше, чем А4. То есть это какая-то специальная бумага для того, чтобы фюреру удобно было ее вот так руками развивать. Вот даже для него специальную бумагу делал специальный шрифт огромный. Это, как говорится, по форме было. Теперь, что касается по сути выступления. Он прикрывался, ну, вот первый текст, да, я для себя вот подчеркнул. Пропагандистским лживым лозунгом о том, что Россия выступает за гарантии единой неделимой безопасности для всех. Ну, это очередная ложь. Она свидетельствует о том, что действительно бывший Советский Союз подписал ряд документов, в том числе заключительный хельсинский акт 1975 года СБСЕ о безопасности. И вот прямо в лице в акте там идет речь о единой, на принципе, в том основном, принципе, единой безопасности. Но Россия, она сама этот принцип нарушает по отношению к Украине, Грузии, там, Ченской республике, Ишкерии, Молдове, Сирии и другим странам. Потом дальше. Путлер, русский навороченный фюрер, размущался тем, что НАТО проигнорировал его ультиматум. Собрать монатки и откатиться на рубеже 1997 года. И не капитулировал перед фюрером. Потому что тогда, я напомню, кстати, нашим зрительным слушателям, вот эта фраза принадлежит замминистру иностранных дел Рябкову. А Рябков, он отвечает в Мордоре за направление Соединенных Штатов Америки. И он в январе озвучил тезис Путина. То есть, таким образом, где Путину ставим и Рябкова, очертил в Европе будущий театр военных действий в случае капитуляции НАТО и ухода к границам 1997 года. Это очень хорошо, что НАТО этот вызов приняло и не струсило. Далее. Он обосновывал, что важно, необходимость военного нападения на Украину легендой. О том, что НАТО было готово к вторжению на исторические земли. А опять свою фразу штампа «военное освоение Украины он употребил» и включая «вкрыл». То есть, посмотрите, что очень важно. Вот как раз нарративный анализ выступления Путина показывает, что Путин не называл, что важно, в своих вещах Украину Украины. Он, когда говорил об Украине, вот так же, посмотрите, у него теперь два слова. Первое это «Навальный». «Навальный», а теперь и «Украина». Он говорил о наших исторических землях, и под понятием «наши исторические земли» он подразумевал Украину. И тем самым он прямо отрицал существование Украины как государство. Стало быть, и украинского народа. Потом, смотрите, еще очень важнейший развит признак, что сразу после победобесия на Красной площади в Киеве была объявлена воздушная тревога. Но, слава богу, ничего сюда не прилетело. И каков важный посыл Путлера? Несмотря на де-факто признание им проигрыша в этой войне... А, кстати, подождите, я извиняюсь, извиняюсь. Я еще кое-что хотел вам объяснить. Когда Путин говорил о Соединенных Штатах Америки, странах НАТО, и имел в виду Украину, то у него физиономия была от злобы просто скупожна. Он настолько проявлял свою ненависть, причем открыто он даже не скрывал. Еще обратите внимание, на его речь как раз-таки это касается, что обычно разведчики и так далее, юристы, адвокаты, если они в своей профессиональной деятельности говорят о ком-то, ученые, исследователи, они должны предчеркиваться по любому принципу объективности. Они должны наживать вещи своими именами и говорить о вещах вообще без каких-либо эмоций. Например, вы же когда к врачу идете, враги не говорят, а у вас вот такая болячка, а-а-а-а-а, а он берет без эмоций, начинает там вашу болячку ищить. Также, собственно говоря, Путин, любое должностное лицо должно быть без эмоций. А здесь Путин специально проявляет эмоции ненависти в тот момент, как он проявлял, когда говорил о странах НАТО, США и Украине. И, что важно, почему я говорю именно о стратегическом просьбе, какой важный разъед признак в речи Путина. То, что де-факто, когда он сказал, что государство, государственные органы, общественные организации будут помогать тем, кто потерял своих кормильцев в битве за Донбасс. Вот тут-то он де-факто признал большие потери своей оккупационной армии в Украине. И теперь, каков важный сигнал Путлера в этой, значит, речи. То есть Путин подтвердил то, что он еще с 2014 года, с 20 февраля 2014 года, с момента оккупации Крыма, объявил Украине джихад и будет продолжать эту священную войну. То есть для Путина Четвертая мировая гибридная война, в том числе против Украины, является священной войной. И он, несмотря на стратегическое поражение, и то, что он на тактическом уровне терпит поражение, объявил де-факто, исходит из духа его речи, что он будет воевать против Украины до тех пор, пока ему воюется. То есть Путин реально самурай, некий такой террорист-джихадист, который будет воевать до последнего. Дальше. Конечно же, Россия сейчас является территорией кристального фашизма. Кристального, самого совершенного фашизма. Фашизма. Это чемной барак, который нужно изолировать. И Запад должен уже в конце концов перейти в решительное наступление. И так как если он не перейдет в наступление и не разберется с путинским режимом на территории Украины, то тогда он получит войну на своей территории. Юра, вот ты тут на Путина наезжаешь, что он там выглядел, зло разговаривал. А что ты хочешь? Вы ему, украинцы, поставили такую, сделали подлянку. Он мечтал стать властелином мира, а тут вы как нарушно попались. Ну, обидно же, как ты считаешь? Естественно, но тем не менее я хочу зрителям и слушателям сказать, чтобы они особо не обращались. Путин действительно идет к своей заветной мечте стать властелином мира. Он считает, что он находится во власти вечно, что никакие выборы, ничего его не изменит. Он уже узурпировал и до конца своих дней будет пребывать во власти. И использовать всю вот эту быдломассу орков, так называемый, создаваемый им лично российский, россиянский народ. То, что он пытается создать, потому что Россия это не национальное государство. Россия это империя, это колония, это антинациональное государство. Потому что в России, обратите внимание, в преамбуле в российской институте там скажут, что мы там многонациональное государство. И он пытается, и его вот эти технологии всякие, они пытаются российские фашисты создать некую такую новую российскую обществу. Это вот такой фашистский эксперимент, который они проводят над теми народами, которые оказались временно в составе Российской Федерации, колонизированы Россией. Российская империя, а затем и, соответственно, Советским Союзом. А что касается, ну, я считаю, мы мало еще работали. Потому что я думаю, вот если бы мы действительно силы обороны Украины выполнили план Путина, до победобейся, как это я везде говорю и пишу, потому что мне эти цифры уже, мне уже, ну сколько, ну более полутора лет точно известно. Уложили бы 50 тысяч штабелями российского фашиста. Уже про 80 тысяч, знал, Леонидович говорит. Такие 80 тысяч, это полные оперативно-боевые потери, связанные с трехсотами. А я имею в виду, что Путин заложил именно двухсоток. Я просто говорю, я озвучиваю, послушайте, ту информацию, которая мне была известна. Я ничего не выдумываю. Просто мне сообщили информацию, что Путин заложил 50 тысяч на широкомасштабную фазу российской военной агрессии. Именно груз 200, двухсоток в качестве допустимых потерь. Вот если бы силы обороны Украины бы уничтожили 53 части пашистских захватчиков до Победобесия, они бы обрушили полностью Путинский фронт. И он бы был вынужден отступить как минимум, в том числе и с Донбасса, и со всех оккупированных территорий, которые он удерживал. Но пока что, как это я говорю, за исключением временно оккупированного Крыма. Ну а там, конечно, он в течение двух-трех лет опять начал модернизацию, модернизировал бы свои силы и уже напал бы, как говорится, на Украину с новыми силами. Но сейчас я вижу, вот мне лично так представляется, что даже та ситуация, затянувшаяся перемалывание российских пашистских захватчиков, она все равно на пользу Украины. Потому что, да, пусть, как говорится, дольше во времени, но мы их перемерим здесь наверняка. Да сейчас, что не происходит, все вам на пользу. Вот скажи лучше, почему на 9 мая Путин не объявил мобилизацию? Ведь ждали, считали, что будет. Да потому что он бы расписался в собственном поражении, в проигрыше. Уже бесполезно, уже нет сил, да? Я вам скажу так, он девиант. Он девиант, международный особо тяжкий преступник и так далее. Но девиант это не равнозначно дебил. Вот только полный конченый дебил мог в день победы объявить, в день имеется в виду той своей победы, которую он считает, для себя победой. Объявить о мобилизации. Потому что я уже неоднократно говорю, что такое объявление мобилизации? Это поход к победе. А мобилизация для чего объявляется? Для победы. А на победобесии надо именно показать победу. А ему, кстати, показать-то было нечего. Я вот, кстати, давай вот, Свет, мы с тобой сейчас в прямом эфире раскрыли секрет зла Путина. Почему у него такое злое было при физиономии? Потому что реальной побед нету. Показать-то нечего ему. Даже та же самая... Ну что значит нечего? Мост стоит. Херсон наш. Крым наш. От Донбасса посол теперь есть в Москве. Полно побед? Что, одну минуточку. Путин 24 февраля объявил о демилитаризации и деноцификации Украины. Да уже забыли это. Уже другие цели и задачи. Да, подожди. Что ты отстаешь-то от жильника? Нет, одну минуточку. Пахан должен отвечать за базар. А если Пахан за базар не отвечает, как это у тюремщиков? Российская область, она очень похожа на тюремную. Тогда получается ситуация следующая, что оказался наш Пахан не отцом, а сукой. Но он всегда таким был, почему оказался? Поэтому да. По поводу Херсона. Херсон более чем возможно освободить. Более чем. Это первое. Для российских оккупатов ситуация достаточно шаткая. Они же не просто сегодня на север Крыма усиливают его артиллерии. То есть они готовятся к артиллерийским боям. Это первое. И такая же точная ситуация касается и в Запорожье. Сейчас силы обороны Украины наносят контрудары. Слава богу, чтобы не сглазить. Ту-ту-тфу. Я под деревьяшки постучу. Там у них это самый успех. Что касается Мариуполя. Ну и здесь по поражению. А защитники Азов-Сталии, защитники Мариуполя не сидят. А человек сопротивления не сломлен. Как? А что касается моста. Ну послушайте еще раз повторюсь. Что под каждой победобесией должна быть победа. То, что ты говорил. Крым, Крымский мост. Но это уже было под другой победобесией. А под этой победобесией должны быть следующие победы. А их и нет, кроме поражений. Вот сейчас россиян погибло в совокупности, если взять там с ЧВК Вагнером и даже, ну приплясуем сюда украинских коллаборантов, там наемники и когда, хотя они в несчет. Ну в общей сложности их уже, ну почти 40 тысяч. Почти 40 тысяч. Но в качестве, но Путин и его генштаб, они не считают представителей ЧВК Вагнер, иностранных наемников и украинских коллаборатов, которые с Огловом воюют против Украины в качестве допустимых оперативных боевых потерь. Да и для них просто бонус. Они считают только официальных кадровых военных. То есть это Росгвардия и вооруженные силы. Все. Юр, а вчера у меня в прямом эфире мой эксперт Андрей Таран, он рассказывал о том, значит, что как сдавали Херсон, как разминировали по приказу сверху перешеек, как убирали артиллерию. Военные считают, что могли бы удерживать там вот тот плацдарм, да, и ни черта бы их оттуда не выбили. Но вот так вот и Херсон, собственно, сдали, и терроворону там не готовили. Его просто сдали. Это было предательство? Это было как и почему? Ну, Света, это было стопроцентное предательство. Я как юрист пронюхал эту ситуацию еще весной прошлого года. Вот даже чуть-чуть раньше, еще в апреле месяце 2021 года. Как только Путин начал вот эти свои оккупационными войсками угрожать и усилил свою группировку в Крыму, на время оккупирован в Донбассе, вокруг границ с Украиной расположил. Я сразу пронюхал, что, как говорится, пахнет войной. Я об этом и видео записал. И выписал. Не буду я уже об этом говорить, потому что куча была проведена работы. И мы даже уже, ну, мы видим, да, что здесь центральная власть Украины нас не слушала. Мы говорили, кричали, нападет, нападет, готовьтесь, усилийте все оборону, минируйте, значит, заключите быстренько США, попросите статус основного военного союзника США вне НАТО, заключите меморандум о совместной защите воздушно-космического пространства силами Соединенных Штатов Америки и Украины и всяких прочих, да, давал я рекомендации, ну, язык уже заплетается об этом постоянно говорить. И вот в качестве последнего аргумента, ну, хорошо, центральная власть нас не особо тогда слушала. То есть, я скажу, да, давайте я скажу, вот, объективности ради, они, конечно же, прислушивались, но вот чувствовалось, да, до уровня коммуникации с руководством Украины, что тогда они не вникали до конца вообще вот в эту ситуацию, у них не было глубины понимания, что оно пойдет. Хотя они чувствовали как-то на человеческом уровне, это было понятно. Но мы решили тогда, я ей, точнее, предложил Борису Владимировичу Стамахину у нас книги, сделать на презентации наших книг в городах, которые будут потенциальными театрами военных действий. Это в Одессе, в Скадовске и в Геническе. То есть, презентовать наши книги, такое мероприятие, потом уже пообщаться с местными жителями, рассказать им, вот, что, как Путин нападет, показать пути нападения, пробить их состояние территориальной обороны и как-то объединить и вообще, ну... Понятно. И у вас ничего не получилось. Да, что вам надо, по крайней мере, срочно уже, вот, где-то, потому что, ну, мы планировали Акуру, вот, конец февраля, начало марта нападения. То есть, мы, ну, как бы, знали, что по логике Путина, тогда дат не было. Тогда нас немножко, кстати, и Соединенные Штаты Америки немножко дезинформируют, сказали, что он 16 февраля нападет, но я, что ли, 16-го узнал, что он мне нападет, я узнал, потому что на более поздние даты, для меня было очевидно. Вот, то есть, подготовить, значит, покойственно с населением, чтобы они, по крайней мере, вот, к 20-м числам февраля перекрыли трассу, вот это, значит, на Чонгаре, из Крыма полностью, второго перекрыта была, заминировали там, где Каланчак, вот, все выезды из Крыма. Конечно, там очень узкие вот эти перешечки, если заминировать, поставить артиллерию и вот два поста территориальной обороны, то, как минимум, двое суток Силы обороны Украины без потерь могли удерживаться. Да, да, да. Да, кстати, сквага. И достаточно просто было даже авиации перебить вот эти перешечки, там сбросить две авиационные фугасные бомбы и все, и потом там заминировать и удерживать постоянно эту территорию, то есть поставить эту территорию под подогонь. И все, ну, российские фашистские захватчики, ну, они потеряли там, например, тысяча, да, развернулись бы, все, и они бы не прошли, можно было удержать эту территорию. Да, и, кстати, что очень важно, удержание территории Крымской области, не пропуск россиян, не допуск россиян на территории Крымской области, он, конечно, бы спас ситуацию в Мариуполе, потому что в основном Мариуполь оказался оккупирован, благодаря именно тому, что они зашли с территории временно оккупированного Крыма. И посмотрите, на какое расстояние они достаточно быстро за несколько дней продвинулись. Оккупировали Мелитополь, Энергодар и Коковку. То есть, представляете, фактически им не было оказано никакого сопротивления. Но тут еще такой факт я выделю, да, среди местных как в Крымской, так и в Запорожской области был достаточный агентурно-подрывной потенциал. Российская Федерация действовала, агентурный аппарат России под прикрытием политической партии ОПЗЖ, так называемая оппозиционная платформа за жизнь. Предательство Херсона действительно, оно состояло по вине отдельных руководителей, но отдельных представителей Министерства обороны Украины. И, кстати, обратите внимание на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который сказал, что в случае захвата Киева высокопоставленные украинские военные, которые были завербованы, пятой службы ФСБ, но он не знал в этом пятой службе ФСБ, были завербованы, они должны были... А стул, пожалуйста, не крути, а? Вот ты вот так вот так вот. Да, они должны были оказать врагу содействие в установлении оккупационного режима над Киевом и всей Украиной. Вот эти высокопоставленные военные. И вот, собственно говоря, по вине, ну, де-факто, этих высокопоставленных военных в сентябре месяце, да, мы уже знали. Мы еще, повторяю, вот чуть больше года назад был опубликован вот мой доклад на сайте Кипрус, сначала 85%, потом еще 20%, я его, извините, 15%, я его дополнил, и он вышел уже в бумажной версии 15 июля прошлого года. Мы его презентовали в украинском кризисном медиа-центке, в СМИ о нем было написано, в том числе у Бориса Демышева, Кипрус, вышла заметка его публикации, украинские какие-то небольшие медиа опубликовали. И российская пропаганда это подхватила, я три дня у них был просто медийный там, ну, то есть, как бы это о том, что хорошо, то есть, активное мероприятие наше попало в точку. И тут, получается, в сентябре месяце разминировались перешейки со временем оккупированным Крымом. Да, это было предательство, и оно было как раз и вот в рамках общего плана Кукина по захвату политики. Так я что хочу сказать, вот, слушатели мои дорогие, вот целый год примерно до начала войны, едва ли не в каждой передаче Шулипа говорил, что в окружении Зеленского полно предателей, агентов Кремля, и что если этот вопрос не решится, то в случае войны будет, ну, сильно много неприятностей. Аж задолбал, можно сказать, Шулипа такими вот этими обращениями внимания, а война началась, и все именно так и вышло, да, Юр? Ну, к сожалению, это так, и мы в Институте национальной политики померили агентурно-подрывной потенциал, есть методика, кстати, определение агентурно-подрывного потенциала, она в том числе мной была разработана, ее пытались сначала в свое время разработать некоторые исследователи советских спецслужб, но у них это не получилось, потому что сказать, что это фигня, это вам не нужно, но я эту методику совершенствовал. И вот смотрите, по нашей методике агентурно-подрывной потенциал Российской Федерации, как среди вот стоящего руководства Украины, так и, соответственно, вот на тех территориях, которые сейчас временно оккупируют, составлял, то есть на 24-е, 2-е, 2024-е, 30%. Это достаточно, это очень высокий агентурно-подрывной потенциал, порога противника и для того, чтобы подорвать внутрь обстановку, но противник им, скажем так, не особо воспользовался, он, кстати, воспользовался не так, как бы мог воспользоваться вот этим агентурно-подрывным потенциалом. И, кстати, знаете, в чем, вот нас как раз-таки здесь спасла и непрофессиональность сотрудников ФСБ, их адресность, и то, что действительно Сергей Беседа вместе с Виктором Медведчуком, Тарасом Козаком и прочими, значит, агентами, просто пилили бабло. Вот эти миллиарды долларов, миллиарды, еще раз повторяю, из, если начинается, перехода Путина к власти, Путин сразу в первый год начал выделять миллиарды долларов, он специально, в том числе и под Украину, создал пятую службу ФСБ, это служба внешней разведки в самом ФСБ, вот, для того, чтобы захватить Украину через свою агентуру. Да, благодаря их алточности и непрофессиональности они сами не смогли... Понятно, Юр, чуть покороче, а то мы ничего не успеем. Да-да-да, давайте, поехали. Смотри, Ага пишет, да, да, я это помню, про агентов-предателей Юрий много говорил, Ебаши Морков пишет, так сколько там еще предателей есть, которые себя еще не проявили? Ну, наверное, проявили-то в основном все, если не войну проявлять, то когда проявлять еще? Ну, а те, кто себя проявили, они, к величайшему сожалению, присутствуют еще в украинской политике, но это так называемые представители бывшей политической партии ПЗЖ, агентурный аппарат Российской Федерации, нашим юридическим языком языке это называется, ну и те коллаборанты, предатели, которые сейчас оккупационных администраций, которые формируют на территории Херсонской области, точно вот у меня там сообщение пришло в Вайбер, то есть это агент ФСБ пятой службы Владимир Сальдо, который сейчас якобы мэр, он этого самого Херсона, ректором, там, ну этого, которого оккупанты там назначили в нарушение законодательства Украины, и еще другой агент тоже ФСБ пятой службы Кирилл Стримовосов. У них шансов было вообще нулевых, но я просто знал, что, послушайте, что Стримовосов, он этнически русский, и в качестве русского гауляйтера для Путина это как раз идеальная кандидатура, потому что, смотрите, в Крыму после оккупации был назначен путинским гауляйтером Сергей Аксенов, потому что он этнически русский, хотя его блок на выборы в так называемом русское единство еще в 2012 году при всей российской пропаганде, российском влиянии набирал не более 4% на открытых демократических выборах. Потом на Киев, или правильно, кстати, я абсолютно полностью согласен с британской разведкой, они хотели поставить в качестве путинского гауляйтера Евгения Мураева, а Евгений Мураев, он является лицом, через там своих знакомых, приближенным к Рамзану Кадыру, его уже не просто так в узких кругах называют Кадыровский Мурат. Евгений Мураев, он этнически русский, и он антиукраинец, он ненавидит Украину и все украинское. Ну и, соответственно, поставили русского Стримаусова в Керсонской области быть по карту путинским гаулятером. То есть Путин, обратите внимание на его почерк, он всегда ставит антиукраинцев, этнических русских, в качестве гауляйтеров на оккупированной территории и тех лиц, которые ненавидят Украину. А для чего он это делает? Ну, во-первых, он глумится, он таким образом издевается над Украиной, и потом он прекрасно понимает, что антиукраинец русский, который ненавидит все украинское, он будет лучше проводить репрессии против этнических брать. Юр, вот Джо Байден подписал ленд-лиз, да? И вот ведь это накладывает обязательства на обе стороны. Ну, допустим, вот Украина, которая, согласно ленд-лизу, должна воевать до победы, выполнить все условия, чтобы нигде ни в Крыму, ни в Донбассе не осталось вот это, да, оккупантов. И вдруг вы передумаете, ослабнете, устанете и решите заключить мир с Россией. И вот у вас ленд-лиз, вас прекратят вам давать ленд-лиз. У вас больше такое? Нет, Света, с чего, собственно говоря, нам уставать? Если до сих пор в территориальную оборону конкурс, люди не могут служить своей родине, особенно, вы помните, что неоднократно это было, выпьющие факты, взятки платят, чтобы попасть в армию, в вооруженные силы Украины. В Мордоре там платят взятки, чтобы откупиться от армии, а в Украине, наоборот, платят, дают взятки для того, чтобы попасть в армию. Да, хоть так, хоть так вы, коррупционная страна. Сейчас, кстати, за счет ленд-лиз, я почему, вот, хочу, опять-таки, пользоваться очень полезным ко всем нашим зрителям и слушателям, тем, кто проживает в Праге, в Берлине, в Париже, в Вашингтоне, выходите на акции, постоянные акции, с требованием увеличить поставки вооружения Украины. Все. Будут, послушайте, победим однозначно, если будут больше оружия Украины. Почему? Потому, смотрите, чем больше будет вооружения, людей же почему еще не берут территорию, потому что мало вооружения, невозможно, 5 миллионов человек, вот, желающих, вот, сейчас, ну, смотрите, потенциально сейчас, допустим, примерно, да, вот, 40 миллионов страна, потенциально 5 миллионов желающих воевать, защищать свое государство. Но я думаю, что их намного больше, может быть, там, около 10 миллионов. Но как, чем они будут, вот, с рукой, это самое, с тапочкой будут защищать, или как? Вот, слушай. Нет, подожди, подожди мне минутку, помнишь, я, когда я тебе рассказывал, вот, первые наши эфиры, после широкомасштабного вторжения, путем в Украину, у нас на блокпостах, я наблюдал такую картину, стоят где-то 12 автоматчиков, силы территориальной обороны, там, вооруженные силы Украины, нацгвардия. И еще 30 человек стоит рядом штатских, просто, там, наклеились повязки. Так я к этим людям подходил, говорю, а что вы тут стоите? Они говорят, ну, вот, мы просто пришли в усиление, помогать, усилить, потому что нас не взяли в территориальную оборудование, но мы хоть тут вот постоим, поможем военнослужащим. Вот, да, вот, вот такой ситуации, я думаю, после лентгизма уже не будет, уже каждому дадут оружие, обучат, оттренируют и вперед защищать Родину. А вот у нас Петр Толстой, значит, он высказался вот в каком плане, что вот дойдет Россия до границы с Польшей, и там мы остановимся, и там мы будем, и вот дойдем до границы из Польши, и тогда так и быть может с Украиной и решим о мире. Вот какие настроения, вот я и спрашиваю. Россия хочет этого, и вдруг вы их боитесь. Давайте здесь, как говорится, мух от котлет будем отличать. Действительно, сейчас примерно около 70% россиян, если не больше, готовы убивать украинцев. Ну как они готовы убивать украинцев? Лежа на диване. А в реалии, ну, готовы им убивать украинцев, я думаю, ну и предполагаю, по всей видимости. Потому что я иногда и с ватниками переписываюсь, и со всеми, вот этими людьми, у которых в сознании поражено технологиями инфраструкционно-психологического воздействия, потому что когда им пишешь о мобилизации, они начинают смеяться, и типа, что вот они, мобилизация сходчат, а война якобы должна быть выиграна России, здесь непонятно, какими силами. Если у Путина, смотрите, давайте так. Я рекомендую, кстати, нашим зрителям и слушателям, объективности ради, послушать выступление в российской пропаганде Михаила Ходкодоренко. Оно в Твиттере есть, там уже его вырезали на резки, но не обязательно в пропаганде, посмотрите где-то в Твиттере, там просто наберите Михаила Ходкодоренко. Он в пропаганде вообще, так, да, кстати, а кто такой Михаил Ходкодоренко? Михаил Ходкодоренко это бывший начальник отдела генерального штаба вооруженных сил России, полковник запаса. Это человек, активные мероприятия генерального штаба. То есть то, что военные, профессиональные военные, в Твиттере, колорады, имперцы, но они не могут как-то это заявить, да, у них там нет и права, если они там это скажут, их выгонят. А здесь вроде есть такой отставник, через который, который входит в пропаганду и через него они посылают импульс. И что сказал Ходкодоренко, что оказывается нету соответствующего летного авиаполка в России, вообще нету летного авиаполка, нету, значит, танкового полка и так далее. Он говорит, что нам нужно как минимум там два-то три года, чтобы подготовить летчиков и танкистов. И только вот тогда он дал понять, мы можем начать широкомасштабную войну, конвенциональную, против Украину, то есть воевалка-то заканчивается, вот что вот. Мечтать-то, понимаете, расисты это, это как бы еще то зверь, им дать только возможно, они завоевывали, завоевывали. Юра, тут у меня парочка кремлеботов появилась, да, в чате, пускай пока живут, от них тоже польза бывает, да, и вот вот это с Волочука прототип 666, он пишет, что перед победой надо задуматься сначала, чем Украина отдавать будет эту безвозмездную помощь от Запада, который плевал на интересы Украины. Парируй. Нет, во-первых, минуточку, Украина партнер НАТО, она имеет, соответственно, Соединенных Штатов Америки. Ленд-лиз Украине, точнее вооружение в рамках ленд-лиза выдается безвозмездно. Единственное условие, это после нашей великой всеобщей победы Украина обязана отдать вооружение Соединенным Штатам Америки и странам-союзникам Соединенных Штатов тот, который будет неиспользованным, либо выкупить это вооружение уже за собственный счет. Но там, понимаете, ситуация может измениться. Обратите внимание, я, кстати, хочу, чтобы как раз и ватная аудитория, которая считает, что Россия победит, обратила внимание на события, которые происходят. И последнее событие – это встреча в G7 с участием Украины. То есть там России уже нет, но есть Украина. И это говорит о том, что все ведущие всем экономик мира сейчас помогают Украине, и они за Украину и против России. Это уже, да, это свидетельство о том, что… А, а до этого, кстати, историческая встреча на авиабазе Рамштайн в Германии. Больше сорока стран, их представители в лице министра обороны собрались и обсуждали планы помощи уже… Уже были… Какая страна и в каких объемах, и какого качества, количества военной помощи будет оказывать Украине. Это считайте, вот считайте то, что Путин грезил о Ялте 2, вот это квази Ялта 2 уже произошла, но только не в Ялте, а на авиабазе в Рамштайн. И таким образом будущие страны, если они дооткрыли для Украины ленд-лист, и сегодня, кстати, дед Байден подписывает 22 номера по киевскому времени нам ленд-лист, еще раз спасибо деду за достижение нашей общей великой победы. Украина победит, и страны, извините, цивилизованные страны рассматривают Украину в качестве будущей страны-победителя. И по итогам нашей великой победы Украина будет уже сама в Совете Безопасности ООН или в каком-то ином органе, то, что будет переформатировано по итогам нашей победы системой международного права и международной безопасности, и Украина будет там играть решающий урок. А да, а вот и... То есть, смотрите, что сейчас идет, сейчас важнейший исторический момент, вот, чтобы люди, наши зрители слушатели понимали, неважно там, ватную аудиторию, я для всех это говорю, эта информация, понимаете, то, что я говорю, я говорю о серьезных исторических процессах, которые сейчас происходят. А сейчас Украина побеждает, точнее, Украина в лице Киевской Руси, Киевская Русь завершает своей победой великую битву с Золотой Ордой и побеждает эту Золотую Орду. Да, вот этот Кремль-бот, который... Да, хватит ты, что ты, вот это самое, вот мы... Нет, я к чему, я к тому, чтобы зрители слушатели понимали, потому что очень... Смотри, вот, я скажу так по-честному, что подавляющее большинство нашей аудитории, они в основном живут вот как в каком-то вот локальном измерении, вот текущая новость, есть, а что произошло, а вот нам расскажите, объясните. Но мы же помимо текущих новостей должны еще объяснять и глобальные исторические процессы, которые происходят, чтобы они вписывались в конву. Ладно, вот этот самый прототип 666, он спрашивает, значит, куда он делся-то? А, когда эта Украина успела стать партнером НАТО? Ну, партнером НАТО она еще год, по-моему, становится, как Лебаши Морков. Уже два года, уже два года, в июне 2020 года Украине был присвоен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Да, так, вот, но кроме того, кроме того, мало того, что не за партнер НАТО, а сейчас Украина по факту не просто вошла в ЖИ-8 большую восьмерку вместо России, она стала как бы сердцем и мозгом этой восьмерки. Все, по сути, остальные страны, они кучкуются вокруг Украины. Этого нельзя не видеть просто. Естественно, и более того, сейчас даже между отдельными странами, теми, которые были на, точнее, представители тех, которые были на этой великой встрече на Вейбазе в Ронштайн, начинают конкурировать между друг с другом за поставки вооружения в Украину. То есть стараются как можно большего и лучшего качества вооружения поставить в Украину. Это тоже, кстати, для нас очень важный плюс-бонус. Да, почему это происходит, я объясню. Потому что, смотрите, вот как, например, у России, у Украины, у каждой страны имеются свои геополитические амбиции, даже у маленьких или высокоразвестных стран. И таким образом, поставляя нам оружие, помогая нашей армии, они перед своими же избирателями, их правительство реализуют свои геополитические амбиции. Они покажут, вот, смотрите, мы в Украине, вот тот же самый Макрон. Ну, он, конечно, уже на следующий срок не будет баллотироваться, но, допустим, президент Тамчихи или президент Польши тоже не будет на второй срок, у них по конституции два срока. Но те главы, я так скажу, неважно сейчас название страны, но те главы, которые будут в дальнейшем баллотироваться на второй срок, они потом своим избирателям потенциально предъявят. Смотрите, голосуйте за нас, потому что благодаря нам страна стала сильной и могучей. Мы в Украине больше всего оружия поставили, больше, чем остальные страны. Поэтому наша страна уже становится геополитическим лидером при нас и за нас голосуйте. Вот канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва не оставляет Берлину иного выбора, как поставлять оружие Украине. Ох, и покрутился за эти два месяца Олаф Шольц. И теперь он уже понимает, что нет у него другого выхода. Ну, смотрите, я скажу так, Олафу Шольцу при всех негативных оценках в его личности досталось очень тяжелое наследство Меркель. Очень серьезная энергозависимость от России, потому что Меркель она агент Путина, агент ЭССА. И это уже доказано, что благодаря ей произошла диверсия против Европейского Союза Германии. Германия, вместо того, чтобы развивать независимые, альтернативные, атомные и прочие источники, зеленую высокотехнологическую энергетику, села тупо, как еще 200-300 лет назад на российский газ, уголь и нефть. И плюс еще куча российской агентуры, в Германии куча всяких Путин Фирштейнов, даже такой агент ФСБ, доктор Соколовский, по-моему, да? Вот он, извиняюсь, доктор Сосновский, он тоже обо мне 21 сентября прошлого года в вечернем удозвоне выступал, докладывал информацию на свой ютуб-канал, это разместил. Ну, это бог с ним, как говорится. Да, просто к чему? У Олафа Шольца и вообще в Германии очень тяжелая наследственность, потому что все эти годы Путин действовал так же, как в свое время Сталин. Вот как Сталин пытался подкупить Гитлеру, был до 22 июня 1941 года главным торговым партнером с Германией. Деды Зигавари тогда, когда расстреливали, ну, имеется в виду и нацистские, и советские деды, когда расстреливали Брестскую крепость, которую защищали поляки в городе Брест-Литовск. Вот так же, собственно говоря, и Путин, он подкупал, подкупал и агентуру в Германии среди политиков, и причем в энергетической сфере, и прочих сферах, где мог только подкупить. И поэтому сейчас, конечно, Волгу Фушольцу будет трудно очистить Германию от российской агентуры. Но это неизбежно. Это неизбежно ради безопасности Европы и необходимости сделать. То есть это необходимость. Очистка от российской вражеской агентуры Запада, это экзистциальная необходимость ради выживания самого Запада. А вот слушай, сейчас поставлена Вашим руководством Украины задача уничтожить Черноморский флот Российской Федерации. Вот такое. Насколько это реально? Это все реально и находится в прямой зависимости от поставок высокотехнологических вооружений в Украину. Если у нас будут соответствующие дальнобойные системы половня, интеллектуальные ракеты, как сейчас принято говорить, ну британцы нам поставили, еще будут поставить, то это более чем реально. Вот Россию исключили из Международного газового союза. Еще одна плюха вот в рамках санкций. Чем она не хороша, эта плюха? Да, потому что Россия использует газ в качестве геополитических вооружений. Нет, что теперь будет, чем плохо будет Россия из-за того, что ее исключили? Ну, упадет рейтинг среди газовых компаний, единицы там пальцев на руках больше, чем тех западных компаний, которые еще как-то поставляют газпромовое оборудование и так далее, но прекратят поставлять и просто, ну это будет газовая изоляция. Причем, по всей видимости, и Китай, и Индия, и другие страны других цивилизаций, которые во многом пока что не присоединились к западным санкциям, они к ним присоединятся. То есть, мы можем, кстати, сейчас сделать такой объективный А, Япония, кстати, что важно, а уже, например, министр Японии сделал заявление о том, что Япония отказывается от российской нефти, возможно, до конца этого года она прекратит потреблять, покупать у России нефть, но и, соответственно, газ. Вот Пол Казов обратился к Евросоюзу с такими словами «Ваше процветание основано на российском газе, но это же цена 50 тысяч украинских жизней». Война войной, а газ через территорию Украины идет? Да, это позорно, что Запад до сих пор на краю, продолжает на краю украинцев торговать с Путиным. Фактически Путин получает в день за поставки газа, нефти и угля странам Европейского Союза около миллиона долларов, чем, собственно говоря, Запад финансово поддерживает эту войну как против Украины, так и против себя. Это позорка и нужно это как можно быстрее прекращать. Но, насколько мне известно, сейчас готовится какой-то форум в Европейском Союзе, где будет поставлен вопрос о скорейшем прекращении потребления российского газа, нефти и угля, и замена будет со стороны газа, который из территории Азербайджана, потом Катарский газ, откроется, плюс сжиженный газ Соединенных Штатов Америки, газ будет поступать из Норвегии, и нефть из других стран, и уголь из Африки, и африканский уголь. Да, это будет, конечно, дороже, не особо дороже, но несколько дороже, но это плата за безопасность. Это плата за то, что потом в Берлине не облипливали мешками этими самыми Брандонбургские врата. Или, например, в Риме, как и Колизей, да, от российских бомбежек, то, что, например, сейчас делается в Киеве, в Харькове и других городах, когда вот мешками с песком спасают памятники от разрушения из-за постоянных ракетных ударов. Вот, собственно говоря, это плата за безопасность, да. Вот Зеленский заявил о невозможности разблокирования Мариуполя, это сказал не его мысли, это выводы руководства нашей армии. И причиной невозможности осуществить разблокирование является дефицит тяжелого вооружения. Вот, кстати, вот этот прототип, который тут у нас называет себя независимым гражданином от людей, независимым, он пишет, что не получит никогда Украина такого вооружения. Это не в интересах Запада. Твои мысли? Значит, Рафа Глазитова, Украина может получать любое вооружение, но пока что за исключением ядерного оружия. Любое. В том числе и самолеты, дальнобойную систему, залпы огня, гаубицы, танки, все. Все, что нужно для нашей великой победы. Прочитать просто за законы Ленд-Лизы, который сегодня должен подписать президент Соединенных Штатов Аминьки Джо Байден. Тут сейчас вопрос в другом стоит. В объемах этого вооружения. Я почему призываю всех наших зрителей, слушателей, кто живет на Западе, присоединиться к акции Arm Ukraine Now, как на моем баннере написано, вот этот хештег можете загуглить, чтобы напоминать правительством Цивилизованных Штатов о необходимости увеличения поставок. То есть вопрос сейчас уже сугубо в том заключается, чтобы увеличить поставки вооружения Украины, ну и, соответственно, наполнить вооруженные силы Украины иностранными добровольцами. То есть, конечно, иностранные добровольцы нам тоже нужны, хотя бы там еще примерно 10 тысяч добровольцев. Это будет достаточно для полнейшего укомплектования. 10 тысяч профессионалов, это будет отлично. То есть, по крайней мере, на одном из операционных направлений, например, Херсонская, можно смело. Но опять, если еще есть профессиональные добровольцы, которые воюют за Украину, допустим, 10 тысяч профессиональных добровольцев, это я пример. И хорошая, высокоточная западная брошь. Вполне достаточная. Даже вот такую небольшую численностью освободить территорию Херсонской области, которая примерно удержится около 20 тысяч российских фашистских захватчиков. Вот, знаешь, кремлеботы, потом ватники, которые заходят в чат, вот они высказывают, как правило, мысли, да, которые, или положения, которые давно уже устарели, да. Вот, значит, в ответ вот этому, которого я не удавляю, не удавляю. Нет, а смотри, Света, давай так, чтобы времени не тратить, те мысли, которые устарели, мы оставим их тем мыслителям, пусть они ими, как говорится, и фантазируют. Нам нужно сейчас обсуждать те наши вопросы текущие. Да, я про это и говорю. Вот Ябаши Морков пишет, что будут поставлять любое оружие Украине. Это вопрос решенный уже. Для Запада сейчас самая важная победа Украины. И вот расисты с этим смириться именно никак и не могут. А придется, наверное, смириться? Конечно. Ну, это то же самое, например, как немцы смирились с поражением Гитлера, естественно. Да. Вот Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны. Что хотел сказать этим Аксенов? Ну, послушайте, кто такой Аксенов? Аксенов, путинский коллаборант, марионетка и гауляйтер. Он, я считаю, поправильно сказал, что Украина не смирит. Никогда в жизни ни один президент Украины и ни один гражданин Украины, здравомыслящий, адекватный, не смирится с оккупацией Крыма. Естественно. Он просто повторял очевидные вещи. Он константирует факт. Да, все, потому что ни одно украинское правительство, ни один уважающий свои права и обязанности гражданин Украины никогда не смирится с оккупацией Крыма-России. Правильно. Только он одно имел в виду, как говорится, а по факту получается прямо противоположное по смыслу. Вот смотри, да, с Азов стали, эвакуировали, наконец, всех женщин, стариков, детей, и вот рост пропаганда показывает это как величайшую гуманитарную миссию России. Это так? Россия молодец? Ну, никакая, может быть, у России гуманитарная миссия, если у России антигуманитарная миссия. Россия осуществила самый страшный геноцид за всю историю, ну, 20-го и даже 21-го веков. Потому что даже немецко-фашистские захватчики не осуществляли таких зверств на временной оккупированной территории, как это делают расисты. Потому что благодаря расистам погибло в мирном городе Мариуполь более 25 тысяч граждан Украины. Нет, это просто произошло благодаря переговорам президента Турции и Путина. И Путин тут с барского плеча дал отмашку, типа, ну, ладно, там, кусками, частями эвакуируйте. Ну, и опять-таки, эвакуацией занимается Красный Крест и Организация Объединенных Наций. Ну, как они этим занимаются? То есть, оккупанты сами, очень часто российские фашистские захватчики, которые сейчас временно захватили Мариуполь, они срывают эвакуацию людей или делают так, что эвакуируют людей в меньших объемах, чем это было изначально согласовано. То есть, они сами осуществляют препятствия и действуют вообще очень нагло и цинично. Ага. Ну, и вот, наверное, знаешь, знаешь, зачитаю Борис Курьязов, что пишет. Перебор, конечно, с перебором он пишет, но зачитаю. Все Путин, Чубайсовичи, Ельцины, ну, Ельцин давно покойный, должны быть арестованы поголовно до десятого колена. Ну, до десятого колена вряд ли удастся. Но вообще, что ты думаешь в целом по направлению этому мыслей? Я по направлению этому считаю так, что нужно на будущем международном уголовном трибунале, который должен быть учрежден, будущий международный уголовный трибунал по бывшему СССР, на котором будут судить Путина и его чекистско-машистскую банду за войну против Украины и других стран, в уставе этого трибунала обязательно учредить возможность заочного и посмертного суждения. Чтобы обеспечить не поворот истории, не поворот тех преступлений, которые сейчас совершает Путин, чтобы вместо Путина их не совершал Хунтин и прочий другой, а сделать так, чтобы даже если они не доживут до торжества международного уголовного правосудия, они должны быть осуждены посмертно или заочно. Это обязательно должно быть предусмотрено. И прецедент в международном уголовном праве уже есть. Это суд над одним из немецко-фашистских захватчиков на Нюрнбергском международном уголовном трибунале, где он был, представитель правительства, член правительства Гитлеровского рейха, осужден заочно и посмертно. И напомню, сейчас прочитаю как мантру, как батюшки считают в церквях и священнике мантры, я напомню нашим взаимослужителям, что российская агрессия и война России против Украины прекратится только после вступления в силу объединенного приговора международного уголовного суда в отношении Путина и его чекистко-фашистской ОПГ, а также российско-фашистских захватчиков. Иного завершения войны России против Украины нет, не было и не может быть. И это нужно запомнить и записать. Так, ну что, наш эфир подходит к концу. Друзья, кто не поставил лайки, ставьте, наверное, забыли. Передача была хорошая, передача была важная. И что вот элемент важный, Юр, этой нашей с тобой передачи, то, что в чате было очень много кремлеботов. Человек пять совершенно откровенных, да, я заблокировала, кое-кого оставила. Света, на самом деле, я считаю, это неплохо, потому что они, во-первых, с твоей активностью помогают развивать канал, раз, а потом через меня и нас, в том числе, наш канал, они просвещаются. Они получают эту информацию, потому что я знаю, что очень многие ватники, благодаря конкретным примерам, и вот моей, в том числе, информационной работе, они просвещаются. То есть их нужно просвещать конкретно фактами. А мы делаем то, делаем так, ну я, например, в частности, просвещаю их только фактами. Вот есть юридические факты, я им об этом, соответственно, говорю и показываю, оперирую только так. И я благодарю Нину Николаевну, украинку, вот, за активную, гражданскую и очень правильную позицию, которую она проявила сегодня в чате. Нина Николаевна, я вас люблю. Ну что, Юр, до свидания, до четверга расстаемся и конец эфира, да? Да, всем пока, до четверга.